Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Воскресенье наше и воскресенье жизни наше. 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 Воскресенье наше и воскресенье наше. Все, где с нами ныне поминаем, их право, Отец, Отец и братья наших, Дережащихся по суду православных христиан. Христе Боже наш, и Тебе слава восстанавливается безначальным Твоим отцем, И Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, Ныне пресно Его видит Бог. Живыми и мертвыми обладая воскреса из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами причистая Своей Матери, Святых славных и всехвальных апостолов, Святых славных и добропобедных мучеников, Преподобных и богоносных отец наших, И всех святых душах здесь и с нами ныне повинаемых, Право, Отец, Отец и братья наших, Дережащихся по суду православных христиан. С лених праведных учениц не дрехаврама упокоят, И с праведными сопричтят, А нас помилуют, якобла, и человека любят. Отец, Господи, всем, где мы не напоминаем, Отвергу, слушаем православным христианам, Стравоцам, отцам, отцам, братьям нашим, И сотворим вечную пламя вода. Приветствую вас, дорогие мои отцы, дорогие сестры. Поздравляем вас с родительской суббожией, с апуста родительской суббожией, которая совершается за неделю до Великого Поста. Традиционно совершается люди. В этот день мы напоминаем всех от века усопших православных христиан. Почему можно уподобить молитву за всех усопших от века православных христиан? Вообще молитва о покоении – это молитва милости. Мы оказываем милость тем, кто уже скончался. Это можно уподобить этих людей, как, например, когда мы посещаем кого-то в тюрьме. Люди сидят, а родные, не знаем этих людей, приходим, какую-то милость оказываем. Или в больницу приходим, слово доброе скажем. Они тоже нуждаются в нашей молитвы. Особенно люди, которые усопшие наши близкие, вообще все усопшие православные христиане, нуждаются за то, что за них молились. Если бы человек, который умер, сейчас бы ему сказали. Потому что у нас людей, конечно, умершие в благочестивой кончине, ну так-то много. А людей, которые умерли, наоборот, в не очень благочестивой кончине, и жили такой жизнью, их гораздо, конечно, больше. И вот если тем людям, которые жили нормальной жизнью, такой Богу угодно, сказали бы, ну ты если хочешь вернуться на землю, да, и пожить обратно, он, наверное, бы отказался. Потому что это, можно сказать, такое предложение, как человеку, который облачился в чистые такие одежды, да, вдруг говорят, вот тебе грязная одежда, облачай семью. Конечно, он бы отказался. А вот те люди, которые жили не очень-то благочестиво, они бы, наверное, согласились. Вот. Они бы знали, как делать, как бы жить. Как бы надо именно прожить эту жизнь по-новому, чтобы не делать того, что делали раньше. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, очень важно, что, когда у нас есть сейчас возможности, силы постараться жить нормальной жизнью. Потому что, когда мы с вами, а мы никуда не денемся, этого, как говорится, шага никто не избегал. Врата смерти никто пока еще не избегал. Во-первых, Господа Иисуса Христа, Райка Святого Богородица. Никто не избегал. Нам придется проходить эти врата. Поэтому, когда если мы окажемся там уже, то исправлять свою жизнь нам будет уже бесполезно. Потому что мы не сможем исправить. Сейчас мы можем исправить. Есть такая возможность. Постараться все, что мы сделали плохого, постараться такого больше не делать. Если делаем, то значит приложить усилия, чтобы такого больше не совершать. Смотреть за собой, за своими делами, за своими мыслями, за своими словами. Как мы говорим, что мы говорим. Сквернословим ли, или осуждаем кого-то. Сейчас все можно исправить. Там уже мы этого исправить не сможем. Как молитва наша действует на тех людей, которые умерли? Господь нам не открывает. Чтобы, наверное, сохранить наше такое психологическое и психическое состояние. Нам не дано знать. Но оно обязательно действует. И поэтому наша молитва, которую мы возносим за тех людей, которые умерли, так необходимо. Необходимо прежде всего тем, которые скончались. Всем. Эту молитву мы оказываем милостыню тем людям, которые скончались. И вот мы с вами должны, это наша обязанность, потребность нашей души оказывать милость. Если мы милость с вами не оказываем, то кто к нам милость-то окажет? И нас никто не помилует. Так же, да? Так же, конечно. Если мы сами, вот злые, немилосердные люди, кто же нас милует и будет? Никто нас милует и не будет. Поэтому мы сейчас, именно молясь за ближних своим, это есть именно, и мы их не знаем, многих этих людей, которые мы умыли. Вот на этом кладбище сколько людей похоронено. Вот. Это мы совершаем то, что мы должны совершать. Творим любовь. Как есть такое выражение, сотворите любовь. Вот мы творим любовь. Вот в день поминовения усопших, вот в дни родительских суббот, и в родительских дней, и вообще во время погребения усопшего читается особенная Евангелие от Иоанна. Там говорятся такие слова, именно, что все мертвые воскресли. Да, о том, что именно по слову Сына Божьего мертвые воскресли. И, конечно, вот само творение у мира, как происходило? Господь сказал Слово, и мертвые воскресли. То есть и стало произрастать, что трава. Сказал Господь, новый день, да, пришел, новый день творения было у Него. И так было несколько дней творения. Как эти творения происходили? По слову Божьему. Сказал Господь, и это произошло. И вот так же будет и происходить, когда Господь придет, чтобы судить этот мир, и когда все мы с вами воскреснем, да. Слово, ибо скажет Господь Слово, и все вы в мгновение ока, что? Воскреснем. А? Оживем. Да, по слову Господа Сына Божьего. По Его Слово, мы все с вами оживем. Вот как мы оживем? В какую мы жизнь оживем? Вот, в жизнь будущего века, или в жизнь такую муку вечную? Это, дорогие мои, зависит от нас. И когда кто-то говорит, ну это, Бог-то всех помилует, конечно, Он всех помилует, Он нам дает возможность, сейчас у нас всех милует, дает возможность исправить свою жизнь. Ну и слово, евангельское, слово Божие, никуда не денешь, да? Никуда же не денешь, он же сказал, да, что праведник пойдет в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Это слово Божие. Если оно сказано, оно так и будет. Вот, в предстоящей неделе, в воскресный день, оно будет так и называться, неделя о страшном суде. И мы как раз будем читать это евангелие о том, кто будет входить в жизнь вечную, а кто пойдет в муку вечную. Это не какая-то пугалка для нас, как-то некая, да, что вот нас пугает, что мы как-то встрепенулись, в страхе таком, вот, проснулись, вдруг стали жить хорошо, так не получится. Ибо в страхе, в таком плотском, нет любви. А должно быть что? Должно быть страх Божий. Он такой страх Божий. А страх Божий, это не страх плотской, не страх, что сейчас тебя вот кто-то покарает, кто-то сейчас накажет, вот, мы сами себя наказываем. А страх Божий, это когда мы боимся обидеть нашего любимого, Господа Иисуса Христова. Бога боимся обидеть, Господь, Иисуса Христа боимся обидеть. Вот как мы боимся обидеть человека, которого любим, так вот и мы, Бога, должны бояться обидеть. Вот такой страх Божий, что такое страх Божий. А плотской страх нас не избавляет от греха. Он, наверное, даже увеличен, когда человек находится в таком страхе, он еще больше от страха начинает творить всякие глобости. Поэтому у нас сейчас есть с вами такая возможность свою жизнь справить. Просто не надо как-то суетиться, да, а просто подумать, от чего я хочу все-таки избавиться, что мне так мешает моя жизнь, прежде всего. Что мне мешает? Вот. Мой язык ли мешает говорить слишком много непотребного, мысли мои такие вот худые, которые приходят ко мне, да, в голову, что мне мешает? Вот осуждение в религии своего, немирность моя, да, непрощение, злоба, что мне мешает? Ну, если подумаем над собой, мы увидим, что очень оказывается много нам мешает быть нормальными человеками. Вот мы сейчас можем приложить усилия, попросить Господа, Господи, это помоги нам исправиться, да? Помоги. Кто нам может помочь? Только Господь. Сами мы не все это сделаем. А вот Господь нам может помочь, если мы этого очень сильно захотим. Спасибо.